Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем наши огласительные беседы. И сегодня мы будем говорить о девятом члене символа веры, потому что прошлая наша беседа была посвящена восьмому члену символа веры, который звучал так, верую. «И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном Споклоняемой и Славима, Глагой Ловшего Пророки». Ну и, конечно же, мы с вами говорили о плодах и о дарах Духа Святаго. Мы поговорили с вами о действии Святаго Духа и о том, что Святой Дух оживотворяет Церковь. Сегодня будем говорить с вами о девятом члене символа веры, который звучит так. «Верую воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь». Необходимо каждому из нас иметь глубочайшую веру в единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь, потому что Церковь – это мать, которая возрождает каждого человека к духовной жизни. И, конечно, как мать воспитывает ребенка и дает ему очень хорошие знания и прилежания, если он имеет послушание, так и Церковь может возродить человека не только в этой жизни, дать ему духовные силы и бодрость, но и открыть ему перспективы вечной жизни. Поэтому, конечно же, каждый из нас должен верить во Святую Соборную и Апостольскую Церковь. И святые отцы на это обращали особое внимание, говоря нам о том, что кому Церковь не мать, тому и Бог не Отец. Верить нужно в Церковь, потому что Церковь дает возможность человеку, конечно же, приблизиться к Господу, Церковь дает возможность человеку возродиться. И наделяет его божественными и душеспасительными, конечно же, обрядами, таинствами. Церковь дает человеку знания через изучение Священного Писания. Церковь научает человеку спасительным путям. И, конечно же, если не прислушиваться к Церкви, если не исполнять все, что говорит нам Церковь, то мы, конечно, не сможем достигнуть той цели, ради которой мы и приходим в Церковь Христову. А какая наша самая главная цель? Главной целью христианина является искать прежде всего Царствие Божие и правды Его. Остальное все приложится нам, потому что все Господь дает к нашей земной жизни, и все дает необходимое для того, чтобы мы, конечно, совершали этот духовный путь. Без Церкви невозможно его совершить. Но мы должны знать, почему же Церковь считается святой. Опять-таки мы должны понимать, что Церковь Христова – это тело, а глава, тело Христова, а главою Церкви является сам Христос. Поэтому о значении Церкви говорил и сам Господь. Мы уже с вами сказали то, что Господь сказал, «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеет ей, и дам те ключи Царствия Небесного, и же ощущение земли будет связано на небеси». Вот эти удивительные слова, которые Господь произнес апостолу Петру, он, конечно же, произнес всей Церкви. Церковь имеет власть вязать и решить. Церковь дает человеку возможность соединиться с Христом. И Церковь, конечно же, открывает человеку двери Царствия Небесного. Поэтому Господь обращает на это особое внимание. «Мне слушает и отметаясь вас, мне отметается и вас отметается, ащи кто Церковь прислушает, будь тебе як уже язычник и мытарь». Вот такие удивительные слова говорит Господь о Церкви, придавая ей, конечно, огромное значение. Но ведь кроме Господа и святые апостолы в Священном Писании запечатлели удивительные слова, к которым мы должны прислушиваться, которые раскрывают свойства Церкви, значение Церкви в нашей жизни. Так апостол Иуда увещевает верующих. «Подвязайтесь о предании вере святым единою». Апостол Павел говорит в наставлении их верующим. «Имущая архиерея велика, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, да держимся исповедание. Братья, стойте и держите предание. Им же научитесь, повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, те его бдят о душах ваших». То есть значение Церкви огромное, но ведь это значение раскрывается то, что происходит в Церкви. Когда мы доверяем Церкви, тогда мы, конечно, научаемся этому истинному пути. Но когда мы начинаем оспаривать то, что даёт нам Церковь, или начинаем говорить о том, что в Церкви не живёт правда, о том, что там много каких-то грехов и ошибок, тогда мы, конечно же, начинаем быть такими людьми, которые не только не являются членами Церкви, но отпадают от неё. Потому что тот человек, который корит свою веру или хулит свою веру, как говорит преподобный Феодосий Печерский, тот, конечно же, отпадает от Церкви. Или тот, кто прославляет другую веру или другую какую-то Церковь, будучи языческой, иноверной или единоверной, в которой почитают Христа, тот, конечно, отпадает от Святого Православия. Поэтому вот и апостолы не случайно говорили о том, чтобы мы держались предания, им же и научались. То есть то, что нам заповедано, если человек не будет это оспаривать, а идти этим путём спасительным, то, конечно, он придёт ко спасению. А почему в Церкви нельзя ничего оспаривать? Почему Церковь не может развиваться? Ведь очень часто говорят о том, что Церковь Христова, она не идёт вперёд, она не идёт в ногу со временем, потому что Церковь не может быть изменчивой. Тогда Церковь будет несовершенна. Но так как Церковь — это тело Христова, а главой Церкви является Христос, то Бог, Он не изменен. Неслучайно Священное Писание нам говорит, что Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть Господь никогда не меняется. Вот об этом очень хорошо сказали святые апостолы. Но и, конечно, о значении Церкви говорили и не только святые апостолы, но и, конечно же, святые отцы, которые являлись и учениками апостолами, мужами апостольскими, а затем и святителями Церкви Христовой. Так святой Ириней епископ Леонский учил. Должно повиноваться пастырем, находящимся в Церкви, то есть тем, кои имеют преемство свое от апостолов, и которые вместе с преемством епископства по благословению Отца прияли несомненный дар истины. Где сложены дары Господа, там и должны учиться истине. То есть у тех, у коих находится преемство Церкви, от апостолов, и пребывает здравие, безукоризненная беседа и неискаженные, и неповрежденные слова. Они-то и блюдут нашу веру во единого Бога, все любовь к Сыну, совершаемому, для нас такие благодеяния и безопасности излагают нам Писание. Другой святой Отец Церкви говорит, «Хочешь спастись, пребывай в Церкви, и она не выдаст тебя. Церковь есть ограда, если ты внутри сей ограды, то тебе не тронет волк, а если выйдешь вон, то будешь похищен зверем. Не уклоняйся же Церкви, нет ничего в мире сильнее ее, она твоя надежда, в ней твое спасение». Вот так вот святые отцы и научали нас, чтобы мы постоянно пребывали в Церкви, держались в Церкви, и тот человек, который отпадает от Церкви, он отпадает от спасения. А самое главное, что и он делает себя открытым для действия врага рода человеческого, который только и ищет, чтобы человека поглотить, чтобы он не увидел вечного спасения. Поэтому и святые отцы, и апостолы, и сам Господь говорит о значении Церкви, как матери, которая воспитывает свое чадо и приводит его к вечному спасению в чертог Царствия Небесного. Конечно же, мы можем говорить и должны говорить, что Церковь является для верующих самым спасительным и божественным кораблем. Христос возлюбит Церковь свою и себе предаде за нее. Да, предаст и себе славную Церковь, не имуще скверны, не порока, ни и на что таковых, но да будет свято и не порочно, потому что главой ее Церкви является Христос. Мы, конечно, понимаем, что Господь свят. Будьте святы, как я свят, будьте совершенно, как совершенен Отец ваш Небесный, так говорил Господь. И поэтому, конечно же, Церковь, она принадлежит полностью Христу. И Христос не просто основал эту Церковь, но и, конечно же, Господь предал себя за Церковь, то есть пострадал за всякого человека, который входит в Церковь. Мы должны понимать, что Церковь Христова — это общество людей, объединенных таинствами, объединенных единой верой и, конечно, объединенных тем послушанием, которым необходимым для жизни в Церкви. Святые Отцы поэтому и говорили, что вне Церкви нет спасения, потому что в Церкви совершаются все спасительные таинства, которые им объединяют человека в единое тело Христово. Почему Церковь является телом Христовым? Да потому что в Церкви мы все объединяемся в единое тело Христово. Через таинство Евхаристии, через таинство Святого Причастия, когда мы причащаемся, мы становимся частью самого Христа и объединяемся во единое тело Христово. И тем самым, конечно же, мы становимся участниками и божественных страданий, и смерти, и воскресению нашего Господа. Поэтому о значении Церкви говорить не приходится. Об этом, конечно же, говорит нам Священное Писание. Ну и, конечно, мы с вами обязательно должны говорить о том, что в символе веры заложены удивительные слова. Верую воедину, святую, соборную и апостольскую Церковь. Если мы говорим о святости Церкви, то, конечно, мы говорим о том, что Христос подает нам эту святость. Об этом мы говорили, что Господь искупил ее своей честной кровью. И святые отцы, конечно, на это обращали тоже внимание. Но и сам Господь сказал вот той статой, о которой мы прежде с вами выше говорили. Ну и, конечно, верую воедину в святую, соборную и апостольскую Церковь. Единая Церковь, потому что един Христос, един Господь, единое Писание, и Церковь для нас также едина, которая разворяется Духом Святым. Об этом также говорили святые отцы. Святый Климент Римский учит, к чему у вас распри, негодование, несогласие, разделение брань. Не един ли у нас Бог и един Христос, и един Дух благодати, изливая на нас и единозвание во Христе? Для чего мы раздираем и расторгаем члены Христовы? Выстаем против собственного тела и до такого доходим безумия, что даже забываем, что мы друг другу члены. То есть обязательно, как говорит святой апостол, мы должны блюсти единение Духа в союзе мира, единство Церкви Христовой, потому что един Христос и никакое разделение не должно проходить между нами. Всякая ересь, которая рождается в Церкви, она рождается от несогласия, то есть нежелания быть послушным Церкви Христовой. И каждый думает, что он выше и лучше знает, чем сам Господь. Доходит до того, что человек начинает изменять Священное Писание. Мы знаем, что некоторые секты изменяют Священное Писание, причащивают ложное Писание, чтобы оправдать свое учение и желание понимать так, как они хотят понимать Священное Писание. Потому что все, что есть в Церкви, оно не было составлено человеком. Все таинства, которые существуют в Церкви, они, конечно, имеют свое основание в Священном Писании. И каждое таинство, оно открывает человеку возможность соединиться с благодатью Всесвятаго Духа. В этом значении, конечно, мы не можем выступать против Церкви Христовой. Церковь Христова едина своими таинствами. И истинность там, где есть эти таинства. Церковь Христова, Матерь наша, есть святая. Почему? Потому что глава есть наш Христос. Мы говорили, что Церковь это тело Христово, а глава Церкви Христос. Поэтому она свята и непорочна. Об этом опять-таки нам говорят святые отцы. Святый Кирилл Александрийский пишет, «Святым градом называет Церковь, ибо она светилась на служении по закону, ничтожа бы, соверши закон, но соделавший сообразно Христу и причастницей божественного естества через общение Святого Духа, которым и запечатлены мы в день избавления, омывшись от всякой скверны и освободившись от всякой нечистоты». Вот, конечно, очень красноречиво сказал святый Кирилл Александрийский о святости Церкви. Конечно же, в каждой входящей в Церковь освящается благодатью Святого Духа через те таинства, к которым он приступает. Церковь Христова есть соборная, но опять-таки, если говорить о соборности Церкви, мы должны с вами говорить о том, что Церковь имеет свое распространение по всей Вселенной. Ведь соборность заключается в том, что Церковь Христова она находится во всех концах земли. Об этом также говорит святый Кирилл Иерусалимский. Церковь соборную называется, потому что находится во всей Вселенной от конец земли до концев ее, что повсеместно и в полноте преподает все то учение, которое должны знать люди, учение о вещах видимых и невидимых, небесных и земных, что весь род человеческий приводит к истинной веднии начальников и подчиненных, ученых и простых людей, и что повсеместно врачует и исцеляет все роды грехов душою и телом соделываемых, и имеет в себе всякий вид совершенства, являющихся в делах, словах и во всяких духовных дарованиях. очень красиво, конечно, и красноречиво, сказал Кирилл Иерусалимский. Конечно, Церковь Христова научает и объединяет во всей Вселенной и во всех концах ее. И, конечно, мы сегодня также с вами являемся свидетелями распространения веры, проповедь ее, потому что даже возьмем нашу православную русскую церковь, которая до сих пор свидетельствует о Христе своим миссионерским служением. И это миссионерское служение, оно и заключается в том, что наши соотечественники, которые сейчас живут в разных уголках нашего мира, строят православные храмы, и совершаются там богослужения, и свидетельствуют о нашем православном вероисповедании. Ну и, конечно же, продолжает быть несколько миссий, в том числе в Средней Азии, и это, конечно, являет нам огромную радость, когда образуются миссии в Корее, миссии во Вьетнаме, в Малой Азии, в Восточном Тимуре, и в других государствах, которые еще не просвещены светом Христовой истины, и там появляются многочисленные православные общины. Это удивительные, конечно, события и свидетельства о соборности Святой Церкви, и многие ведь получают утешение. Огромные общины сейчас в Филиппинах, Таиланде образуются православные общины, и не только из наших соотечественников, и не сколько даже среди наших соотечественников, а среди местных жителей распространяется Святое Православие, которое дарит спасительное утешение своим чадам. Конечно, это удивительнейшее событие, которое совершается в сегодняшнее время и свидетельствует о жизни Церкви. Церковь Христова есть апостольская. Почему мы называем нашу Церковь апостольскую, и вообще Церковь Христова подлинная, настоящая, которая апостольская, которая ведет свое начало от святых апостолов, потому что Господь сказал, приимите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся, им же удержите, будут удержаны. И благодать Святого Духа, которая сошла на апостолов, она через возложение рук передавалась мужам апостольскому, а затем всем епископам даже до сегодняшнего дня вот эта цепочка не нарушена, потому что в Церкви все совершает благодать Святого Духа. Видимо, совершает священник или епископ, а, конечно, невидимо, совершает сам Господь Духом Своим Святым, но опять-таки совершает через тех, которых он поставил на это служение, потому что в Церкви ничего не бывает стихийного, и не бывают случайные люди. В Церкви, как говорит апостол, кого поставил апостолом, кого пророком, кого пресвитером, каждый, то есть, имеет по своему чину свое служение. И дал есть, и то и дал есть, ово оба апостола, ово же пророки, ово же благовестники, ово же пастыри и учители к совершению святых в дело служения, воздаяния тела Христова. В Церкви нет ничего не случайного или стихийного. В Церкви все есть, что, конечно, установил Господь. И если бы не было этого устава, конечно, не было бы и того порядка, который существует в Церкви. И если мы не делаем так, как повелевает Господь, то можно и иметь внешнюю форму служения, но благодати Духа Святаго не будет. Это будет чисто человеческая организация, которая похожа на церковную, но не будет подлинно церковной, потому что эта Церковь не является апостольской. Но апостольская опять-таки от того, что живое действие благодати Духа Святаго действует в ней. Поэтому Блаженный Августин говорил, Церковь от времен самих апостолов через известнейшие преемства епископов, продолжающиеся даже до наших дней и имеющие продолжаться на все последующие времена, сохраняет и приносит Богу жертвы хвалы в таинстве тела Христова. Блаженный Иероним говорит, в той церкви должно пребывать, которое, будучи основано апостолами, существует даже до сегодняшнего дня. На здании бывшее на основании апостол и пророк сущий Кройгольну самому Иисусу Христу об этом говорит святой апостол Павел. Конечно же, поэтому в церкви все свято и непорочно, и мы должны прислушиваться к церкви, конечно, принимать все таинства и обряды, все традиции, которые существуют в церкви. Ежели церковь почитает иконы, значит, и мы должны почитать иконы. Если церковь почитает святые мощи, и мы, конечно, поклоняемся и почитаем мощи святых угодников Божиих. Если церковь устанавливает посты, то и мы должны соблюдать эти посты. Если церковь говорит о значимости тех таинств, которые есть в церкви, то и мы должны приступать к этому таинству, чтобы духовно возрастать и чтобы для нас открылись двери Царствия Небесного. Если церковь говорит о важности изучения Священного Писания, чтобы не сбиться с правильного пути, то мы должны изучать Священного Писания и принимать те толкования, которые есть в Церкви Христовой, и которые Господь дал нам посредством тех святителей или тех отцов Церкви, которые своей духовной жизнью достигали такой высоты, что они видели Бога и, конечно, истинно могли толковать Священного Писания. «Блажение чистей сердцем», говорит нам Священное Писание, «Ибо те Бога узрят». И вот они, конечно, очищали свое сердце и правильно уже понимали Священное Писание, ведь богослов не тот, кто получает какое-то прекрасное и замечательное теологическое образование, а богослов тот, кто, конечно же, своей жизнью или высотой своей жизни доказывает истинное Боговидение. И это все возможно только в Церкви Христовой. Поэтому в Церкви и человек обретает эту высоту, а вне Церкви он, конечно, растворяется в этом мире или образует то страшное, которое затем может уводить многих верных из лона Церкви. Конечно, Церкви нужно слушать и нужно прислушиваться к тем благочестивым правилам, которые говорит нам Святая Церковь, о значении утренних и вечерних молитв, о значении, конечно же, церковной молитвы, жить по заповедям Божьим. Об этом мы с вами говорили в прежних беседах, о какой важности имеет седьмой день, когда мы все собираемся на соборную молитву, когда мы приступаем к таинствам Церкви. А все семь Таинств Церкви, конечно же, они живут только в Церкви, и через них действует благодать Божия. Об этом мы с вами еще поговорим и в следующей нашей беседе. Следующая наша беседа будет посвящена, конечно, десятому члену символа веры, который звучит так. Верую, исповедую, едино крещение во оставление грехов. И здесь мы, конечно же, с вами поговорим о семи таинствах, которые есть в Церкви Христовой. Ну, а сегодня, дорогие братья и сестры, мы прощаемся с вами. Храни вас всех, Господь, и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»